День оборонцов Айчыны – это первый за все на годы вспомнить тех, кто отдал свои жители за родину. Символично, что в эту дату нареште нашли вечный спокой войны, которые загинули в боях за вызволение Ветковщины. Сегодня их перепаховали с всеми належными ушанованьями. На церемонии побывала Ганна Коральчук. Вечная война в Ветковском районе загинула больше за 10 тысяч войсковцев. И это лишь бы складается только из тех, кто был официально похоронен. А кольки бойцов застаются без весток загинувшими, можно только мерковать. Самые жесткие бои в районе вялись в веростни 1943 года. Они сумели от Сажа дойти до дороги, которая проходит с Новоселок до Шерстяна. Дошли до этой дороги, но, очевидно, поддержки не было. Были слишком они побиты, осталось там от полка 47 человек. Вынуждены были отойти, отойти, полностью опять переформироваться. И уже потом, на втором этапе, 27 сентября, дошли опять до этой же дороги. И уже закрепились. И дальше, естественно, отступления уже не было. Летость, так само в веростни, после работы с архивами и вылучения немецких аэрофотосдымков, пошуковые группы приступили до раскопок на территориях помеж агрогородками Новоселки и Юрковича. Вызначили проходжение траншеи, а у ее знайшли загинувших героев. В этих скрынях находятся останки 21-го червона армейца, которые смагались за вызволение Ветковского района. До речи, установить их имены не удалось. Тому перепохование ведут на братских могилках у агрогородку Шерстин. За собистых речев при раскопках были знайдены котелки, лыжки, боеприпасы. Але все было в таком стане, что никак не допомогло опознать особо загинувших. Про 78 годов, в День оборонцев Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь, их поховают как належить. На жалобный митинг собрались представники улады, громадских объединений, у силовых структур, школьники и местовые жихары. И наушиновали память загинувших, хвилинные молчания и трехразовым залпом громад. Современная молодежь больше воспринимает не текстовую информацию, как оказывается, а больше визуальную. Тем, что они здесь участвуют и видят, это наглядный факт, доказательство того, что такие же, как и они, 78 лет назад, не боясь трудностей и лишений воинской службы, записывались добровольческие батальоны, уходили в партизаны и вставали в добровольные ряды Красной Армии. В результате чего данные граждане своими усилиями, отдавая самое ценное, что у них есть свою жизнь, освобождали нашу страну. Пошуковые работы у этой мясовости протягнутся и все лето. Громадское объединение «Николи не забудем» и 52 специализованный Пошуковый батальон планует одновить раскопки у мая. Ганна Крайчук, Сергей Камко, телерадоакомпания «Гумель» Зветковского района.